Хакеры из Звера Лондона взломали базу данных полицейского департамента Зверополиса, украв все данные на сотрудников и всех преступников. Ника и Джуди полетели в Англию, чтобы с этим разобраться. Добравшись туда, они нашли листовки, в которых говорилось о том, что некая таинственная организация DeadSec набирает зверей в Легион, чтобы противостоять злобным планам корпорации CTOS, которая планирует сперва подчинить себе всю Великобританию, а потом и весь мир. Наши пушистые герои отправились на встречу с вербовщиком. Им оказался крот-хакер, который набирает новых бойцов для сопротивления. — Нам нужны в Легионе такие, как вы. Вместе с вами мы сможем получить достаточное количество доказательств, обличающих эту корпорацию. А то полиция Звера Лондона настроена к нам крайне враждебно, и помощи от них ждать не приходится, — объяснил Зверек. — Нам нужно время, чтобы все обдумать, — ответил Николас. — Чего же тут думать? Мы согласны, — уверенно прокричала Джуди. — Говорите же скорее, что мы должны сделать. Каковы наши планы? — добавила она, смотря серьезным взглядом на кротах, который был очень рад, что сумел заполучить себе в команду таких ценных сотрудников. — Наша армия Легиона будет одновременно пытаться взламывать целую кучу серверов, CTOS, чтобы отвлечь их внимание. — поделился своими планами хакер. — А ваша задача — проникнуть в главный офис, CTOS, и выкрасть секретные документы, которые смогут доказать, что эта корпорация занимается махинациями и другими незаконными делишками. — Продолжил говорить он. — Мы будем двойными агентами. Это так захватывает. — порадовался Рыжий Лис. — Получается, что так. — поддержала его крольчиха. — Вот только их штаб-квартира наверняка очень сильно защищена. Как же мы туда проберемся? — спросила крольчиха. — Сейчас я вам дам смартфон, который может взломать и открыть практически любую дверь. А также вы получите очень крутой и навороченный дрон. — с улыбкой сказал крот. — Этот дрон очень долго держит заряд батареи, а еще он может стрелять шоковыми патронами и кидать оглушающие бомбочки. — Звучит очень круто. Мне уже не терпится приступить к штурму. — порадовался Ник. — Когда мы начинаем? — спросила Джуди. — Мы стартуем сегодня ночью. — проинформировал крот. — Ну а сейчас попробуйте разобраться с тем, как работает наш смартфон, а также потренируйтесь управлять дроном. — Наши пушистые герои так и сделали. Они несколько часов пытались освоить сложную технику. В итоге у них все получилось. Рыжий Лис с крольчихой были готовы выполнить свое задание. Дождавшись темноты, их посадили в небольшой фургончик и повезли к тому зданию, куда им необходимо пробраться. — Нам, наверное, лучше зайти туда через канализацию. — предложила Морковка. — Это хорошая идея. Мы с тобой будем прямо как черепашки-ниндзи. — поддержал ее рыжий напарник. — Дрон завис над зданием. Картинка хорошая. — проинформировала Джуди. — Если охранники попадут в поле зрения, то мы их сразу же увидим на смартфоне. — Добавила она. — Ты моя умница. — похвалил свою подружку Лис, а потом открыл канализационный люк. После этого галантно предложил ей прыгнуть первой. Она на него косо посмотрела, а потом зажала нос и спустилась. Ник отправился вслед за ней. — Судя по карте мы уже под зданием. — сказал рыжий напарник, а потом с помощью телефона открыл запертую дверь служебного помещения. — Что-то это как-то очень просто. — удивился он, осматриваясь по сторонам. — Ты давай лучше потише, а то еще кто-нибудь нас услышит. — предупредила его напарница. Лис молча кивнул ей в ответ. — Поскольку у наших пушистых героев был полный план здания, то найти главный сервер со всеми данными проблем не составило. Как только они приблизились к своей цели, смартфон самостоятельно начал подключаться к этим серверам и скачивать файлы. Не успела шкала загрузки добраться до 30%, как очень громко завыла сирена, и начали со всех сторон потягиваться охранники. — Я их отвлеку, а ты где-нибудь спрячься. — сказал Лис, отдав крольчихе смартфон. Джуди запрыгнула в небольшое вентиляционное отверстие и затаилась там. Ну а Ник побежал навстречу головорезом, взяв в одну лапу полицейскую дубинку, а во вторую пистолет, заряженный транквилизаторами. — Я тут, ребятки, поймайте меня, если сможете. — крикнул он, сбив с ног пару злодеев. Еще троих удалось усыпить, сделав несколько метких выстрелов прямо в лоб. Но охранников оказалось слишком много. Они скрутили рыжего Лиса и повели на крышу небоскреба. — Кто ты такой, и на кого ты работаешь? — спросил суровым голосом один из самых крупных амбалов. — Говори быстрее, а не то мы тебя скинем вниз, — пригрозил главный злодей. — Делай со мной что хочешь, но я ничего тебе не скажу, — ответил ему Николас, со страхом смотря вниз, после чего его реально скинули с крыши. Рыжий Лис уже был готов проститься с жизнью, как его подцепил дрон, которым управляла Джуди. Она благополучно спустила своего друга на землю. — Ты спасла мою рыжую шкуру. Спасибо тебе за это, — поблагодарил ее Ник, дрожащим голосом. Он был просто шок из-за того, что пролетел несколько десятков метров в свободном полете и чуть не разбился. — Не стоит благодарностей. Ты меня постоянно спасал, теперь моя очередь, — ответила она, обняв испуганного Лисика. — Кстати, я все скачала. Через секунду наши пушистые герои обратно запрыгнули в фургон и поехали в полицейский участок, чтобы передать доказательства, обличающие сети ООС. Вскоре глава этой корпорации был осужден и отправлен за решетку. Но крот-хакер из Дэдсек, удалил базу данных, которую угнал из полицейского департамента Зверополиса, и пообещал, что больше взламывать их не будет. На следующий день Ник и Джуди прилетели обратно в свой родной город, и получили очередную благодарность за безупречно выполненную работу. Продолжение следует. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.